Качество, справедливость, уважение и доверие. С этих понятий должен начинаться день каждого работника здравоохранения. Сергей Морозов встретился с заместителями главврачей медицинских учреждений Ульяновской области по лечебной работе. Разговор состоялся серьезный. Мы не потеряем больше наращивания каких-то долгов. Мы в этом году выделяем огромное количество финансовых средств для спасения вашей крайне неэффективной финансово-хозяйственной дисциплины. Мы погасим долги, но наращивание долги и появляться долга мы вам не позволим. Для более эффективной работы системы взаимодействия по вопросам оказания медицинской помощи населению, реализации кадровой политики, предложено в каждом районе создать специальные отделы охраны здоровья граждан. Мини-версии Министерства здравоохранения должны заработать 1 марта во всех муниципалитетах области. В полномочии отделов также войдет функция по распространению информации о социально значимых и опасных заболеваниях в районе. Займется отдел и пропагандой донорства крови. От задач на ближайшее время перешли к делам будничным. В частности, затронули реализацию национального проекта здравоохранения. В Ульяновской области эта работа ведется сразу по нескольким направлениям, одно из которых – строительство новых и ремонт уже имеющихся медицинских учреждений. Яркий пример преобразования – детский многопрофильный стационар в новом городе. Два года назад он вошел в структуру детской городской больницы номер один. Вместе со стационаром к медучреждению присоединились детский травмпункт, женская консультация и роддом. С ноября 2016 года в зданиях ведется капитальный ремонт, чтобы в 2021 году здесь заработал современный центр охраны здоровья женщин и детей. На сегодняшний день у нас отремонтировано полтора этажа подклинического отделения номер один. Где вы находитесь в детском стационаре, у нас практически завершены ремонтные работы в отделении медицинской реабилитации, в детском хирургическом отделении. Здесь вот конкретно почти отремонтирована входная группа, консультативно-диагностический центр. В детском стационаре еще отремонтируют отделение физиотерапии и ЛФК. В роддоме стены и мебель обновят в отделении патологии беременности. Все это работает 2019 года. Кроме капремонта закупается новое медицинское оборудование. Так в больницу дополнительно завезли 11 единиц спецтехники, включая томограф и рентгенодиагностический аппарат. Мы уже новые технологии испробовали и пробуем. Не стало бояться чего-то, каких-то новых технологий, потому что доходчиво врач объяснил, разъяснил, что эта процедура важна, что эта процедура новая. Она очень в дальнейшем хорошо сказывается на здоровье детей. Всего детский многопрофильный стационар рассчитан на 209 коек. Рината Леолова, Юрий Ломатов, Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова